Девушки, что вас бесит и раздражает в других девушках и в их поступках? Увеличенная грудь. Я не фанатка маленьких форм и считаю, что девушки для того и девушки, чтобы иметь с собой нежный дополнительный груз, который может свести любого парня с ума. Но если не дано, то не дано, ведь если у парней не вырос их очень важный отросток, который нужен им для продолжения рода, они его не увеличивают. Лично у меня третий, свои натуральные. Однако, даже если бы меня природа не наградила ими, я бы ни за что в жизни не легла под нож ради такой мелочи. За свою жизнь я встречал отчетное количество парней, которым бы нравились силиконовые формы. Показушная жизнь, словно из инстаграма каких-либо знаменитостей, которые зашибают миллионы. 90% всех фотографий обычной девушки-официантки это фотошоп, ретушь и наигранность. Что на уме у подобных дам, то что все вокруг будут думать о том, какая ты богатая и просто решила попринимать заказы в собственном ресторане, или что с помощью своего красивого инстаграма ты найдешь себе богатого папика, который сделает твои мечты реальностью. Я просто терпеть не могу, когда девушка употребляет мат в своей речи. Мы должны быть нежными, утонченными созданиями, которые какают радугой. Если парень видит, что матерится одна девушка, он автоматически будет так думать и об остальных. Вторая вещь, которую я терпеть не могу в своих подругах, это перебор с макияжем. Да, конечно же, косметика скрывает некоторые дефекты кожи и помогает нам чувствовать себя более уверенно. Однако некоторые дамы намеренно хотят казаться старше или привлекательнее и используют для этого косметику. Не знаю, связано ли это с низкой самооценкой, однако, когда я вижу даму с обильно накрашенным лицом, то думаю, что она закомплексованная, униженная жизнью девушка. Больше всего меня бесит в других девушках это их глазной счетчик. Не стоит подсчитывать, сколько денег у твоего парня. Еще бесят капризные барышни, которые показывают свою ревность даже к сестре парня, или лучшей подруге, с которой он знаком чуть ли не с яслей. Много я слышала о том, что девушки специально создают фейковый аккаунт в соцсетях, дабы устроить проверку своему парню и затем устроить скандал на этой почве и сделать его виновным. Что за ерунда? Он давал тебе повод? Или вот еще, когда девушка отсылает свои приватные фотки совершенно не своему парню, а какому-то левому чуваку, с которым у нее интрижка. Еще меня бесит, хотя я сама этим грешу, обсуждение личной жизни со своими подругами. Например, моя лучшая подруга знает все о нашей с парнем близкой жизни в спальне, и я все знаю о ее. Понимаю, что возможно парни поступают так же, но все же это неправильно ни с одной из сторон. Личное должно оставаться личным. Бесят девушки, которые умеют танцевать и в принципе не испытывают проблем с гибкостью тела. Простая зависть, я тоже хотел бы родиться с гибкими суставами. Меня бесит, когда девушка лишь строит из себя верную вторую половинку просто фи. При этом я считаю, что это проблема парня и только, и ложь распознать не трудно, значит их все устраивает. Думаю, большинство парней просто думают так. У нее классная фигура, милая личика и в постели она хороша. Пусть все вокруг смотрят на нас и завидуют, и им совершенно плевать на то, что это все обман. Таковы реалии 21 века, и от них никуда не деться. Меня бесит излишнее использование парфюма, особенно если ты работаешь в коллективе, и каждому второму человеку приходится чувствовать твое присутствие. Я сама любительница покупать дорогие духи с прекрасным соблазняющим запахом, однако я ни разу не обливалась им с ног до головы. Многие девушки, договорившиеся о встрече со своей подругой, идя на нее, сперва чувствуют запах той леди, а затем лишь видят, как она заходит в заведение. Это ненормально. Причем, что я еще заметила, чем старше девушка, тем большим количеством смеси она пользуется. За молодыми я пока что такого не замечаю. Бесят девушки, живущие в инстаграме. Они зависят от мнения общественности и постоянно хотят быть в центре внимания. Вы замечали, что у каждой второй девушки нет фотографий с ее работы, только с отпуска или с круто проведенных уикендов в обнимку с парнем. Это все фальшь, которую они пытаются выдавать за реальность. Таким девушкам я не то, чтобы не испытывал уважения, я даже рядом с ними стоять не хочу. Также не могу не упомянуть о девушках, которые одеваются как дамы с низкой социальной ответственностью. Хорошо выглядеть не значит светить своим задом в публичных местах и совращать малолетних, которые на тебя пялиться. Конкретно мне не нравятся излишне наглые девушки, которые пытаются все пространство заполнить собой разговорами о себе. Они много треплются ни о чем, постоянно перебивают и ведут себя излишне вульгарно, что отталкивает меня мгновенно. Ну а проблема в том, что парней это какого-то черта притягивает. Я всегда думала, что парни любят в таких девушках, а оказывается им нужны зажигалки, которые горят 24 на 7. Лично я считаю, что девушка как будущая мать должна быть яркой личностью со своими интересами, однако при этом не навязывать их окружающим. Утончение и женственность должно быть в приоритете у каждой дамы, а не наглость, сумбурность и развратность. Меня очень бесит ховастовство девушек в одежде, косметике, автомобилях. У тебя богатый папочка или ухажер, это нормально, живи в кайф. Однако не приумножай свои успехи, а точнее успехи того, что у тебя между ног. Зачем ты, надев другое платье от Дольче Габбана, говоришь кому-то, что он выглядит плохо в одежде из масс-маркета? Даже миллиардеры и люди, которые добились больших успехов, ведут себя более консервативно, чем ты, вместо со своей продажной, междуноженной подружкой. Ну еще, как небольшой пункт, бесят девушки, которые создают себе липовые образы. Например, надев очки, строят из себя важную бизнес-леди, а на самом-то деле обычный клерк. Я не люблю, когда девушка настаивает на том, чтобы парень за нее заплатил. Эта требовательность и важность порой тянет меня на блевоту. Я как девушка не могу понять, почему большая половина моего пола что-либо требует от мужчины и использует их в своих целях. Нет, я не спорю, парни тоже не без грешка, и многие из них играют со чувствами девушек. Но кажется, что соотношение таких парней и таких девушек примерно 30 на 70 в сторону слабого пола. Улыбки, поцелуи, признания, а на самом деле это все игра, и девушка, допустим, хочет отомстить за что-то своему настоящему парню, использовав другого. И лучше, если от тебя просто нужны деньги, а не что-то большее. Меня бесят девушки, которые одержимы своей внешностью, такие, которые смотрят на других девушек, прошедших мимо, и сравнивают их с собой, выделяя лишь свои плюсы и считающие себя лучше. Я дура, или не понимаю, в чем фишка сидеть днями напролет в салонах красоты, а затем сделать пару сотню тысяч миллионов триллионов фоток в инстаграм. Зачем тратить свою жизнь на все это, если поутру с парнем в постели ты все равно будешь такая, как у тебя мать родила, и каждый, в особенности твой молодой человек, увидит тебя настоящую и все твои изъяны, которые ты так упорно пытаешься скрыть. Недолюбливаю такой вид девушек, которые хотят выскочить замуж любой ценой. Они совершенно не задумываются о своей карьере, о выборе парня и прочих мелочах. У них перед глазами пушистое белое платье и свадебный фотограф, на фотографии которого она будет любоваться до конца своей жизни. Не нравятся капризные девушки, которые жалуются на плохую погоду и на то, что сейчас день, а не ночь. Что действительно меня повергло однажды в шок, так это легкомысленный поступок одной моей знакомой, о котором я не забуду никогда в своей жизни. Она была в отношениях с парнем со старшей школы. И вместе они прошли отношения на расстоянии, когда оба учились в колледже. Казалось бы, все идет к свадьбе, поскольку парень, по ее словам, был принцем на белом коне, который делал для нее все. Спустя пару месяцев, когда мы встретились с ней вновь, она сообщила, что бросила своего парня после шести лет отношений и все из-за денег, которые ей предложил ее новый знакомый. Жить в роскоши хотела бы каждая девушка, однако сперва порви все отношения со своим молодым человеком и сделай это правильно, а не бросайся на руки к тому, кто предложит больше денег. Самое забавное, что после она собиралась замуж за этого парня, всего-то спустя 3 или 4 месяца фейковых отношений и позвала меня стать ее свидетельницей. Я не стала отмазываться и сказала ей все, что о ней думал прямо в ее наглую рожу. Больше не хотела иметь каких-либо отношений со столь гнилым человеком. Бесят бабы, по-другому их назвать язык не поворачивается, которые выщипывают свои естественные брови и рисуют новые, зигаобразные при помощи карандаша. Мне всегда было интересно, что об этом думают их вторые половинки, одобряют или они попросту одиноки. Представьте себе, чтобы парень сбрил бороду и усы, а затем нарисовал бы их себе волной или ломаной линией. Бред же. Также я не понимаю тех девушек, которые хотят увеличить себе губы, грудь или другую часть тела с помощью хирургии. Во-первых, это выглядит негармонично. К черту цензуру, хреново. Во-вторых, после любой операции процент человеческого иммунитета падает. Просто понять не могу, зачем ты, 20-летняя молодая девушка, начинаешь делать из себя куклу, которая будет выглядеть на 30 лет. Гигантские пятые точки, да, они привлекают внимание, но лишь потому, что это странно и до смеха нелепо. Уверена, ни один парень не смотрит на импланты и не говорит, вау, хоть бы к ним прикоснуться. Хочешь огромное седло, иди в зал и начни приседать. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока!